Почему очень важно прислушиваться к своим ощущениям, почему очень важно работать со своим внутренним состоянием. На основе баланса четырех энергий у нас сегодня четыре энергии, стихия огня, стихия воздуха, стихия земли и стихия воды. И мы вначале начинаем рисовать. Мы начинаем рисовать с круга. Построение композиции будет таково. Если у вас А4, я взяла горизонтальный формат. Прошу прощения. Можно попить воды. Горизонтальный формат. Где-то смотрите, чтобы у нас по краю листа был круг, или может быть даже меньше. По краю листа был круг, чтобы у нас остался фон, пространство. В середине круга у нас будет квадрат, который мы разделим на четыре части. Четыре стороны света, четыре времени года и четыре стихии, с которыми мы будем работать. И мы будем с вами все это активировать. Поэтому давайте вначале нарисуем круг. Вот так представьте, где у вас может этот круг лежать. Круг – это солнце. Круг – это баланс. Круг – это все прекрасно. Если у вас не очень красивый круг получился, как у меня, можно обвести круг несколько раз. Линию можно начать рисовать волнистую. Немножко смягчаем прямолинейность той линии, которая сразу получилась. Мне хочется все-таки вот эту прекрасную музыку поставить, но она у нас всегда с рекламой. Немножечко смягчаем прямую линию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повторите линию несколько раз, чтобы вы увидели ее плавность, гибкость. Попробуйте сделать сейчас несколько вдохов и выдохов. Мы встречаем солнце. Мы приветствуем солнце. Оно сегодня целый день с нами. Давайте попробуем вдохнуть этот желтый цвет солнца. На основе баланса энергии четырех стихий в человеке Карл Юнг построил свою типологию личности. В тибетской культуре есть пять элементов. Земля, вода, огонь, воздух. Ветер и пространство считаются субстанцией всех вещей и всех процессов. Стратегии нашего поведения, реакции на окружающую среду и реальность, семейные установки, жизненные события напрямую связаны с преобладанием или недостаточностью энергии первой стихии. Где-то какая-то энергия у нас развита больше, где-то какая-то энергия у нас развита меньше. Мы рождены в определенный день и мы связаны тоже с определенной энергией стихии. На курсе НЕРКОЛОР мы изучаем эти стихии подробно. Кто работает со мной домой, наверное, я говорила вам, в какой стихии вы родились. Очень важно это знать. Эту таблицу можно найти в интернете и посмотреть. Познавая себя через природные силы, встречаясь с архетипическими энергиями, символами, мы получаем возможность изменения особенностей характера, поведения и проработки глубинной проблематики. Потому что каждая стихия, она отвечает за какие-то определенные характеристики. Погружение и соединение с возможностями первоэлементов способствуют физическому здоровью, эмоциональной устойчивости и ясности познания, позволяет выполнять недостаток и достигать баланса всех стихий, жить в удовольствии и удовлетворении. И мы с вами уже набросали такую, начали набрасывать композицию. И у меня к вам первый вопрос. Как вы себя сейчас чувствуете? У вас состояние спокойствия? Может быть, легкого перевозбуждения? Может быть, недостатка энергии? Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вы сейчас себя чувствуете и ощущаете? Что с вами в данный момент происходит? Почему я задаю этот вопрос? Потому что я задам вам в конце нашей встречи вопрос, как вы будете себя чувствовать после того, как мы с вами поработаем со всеми стихиями. И хочется добавить, что лето отвечает. Стихия огня присутствует в лете, стихия воздуха присутствует в весне, стихия земли присутствует в зиме, а в осени присутствует стихия вода. И мы с вами активируем сегодня все эти прекрасные стихии. Нарисуем квадрат в центре нашего Солнца. Сегодня у нас летнее солнцестояние. У меня получился такой не совсем квадрат, а прямоугольник. Ничего страшного. Мы рисуем от руки, потому что у нас в руках есть замечательный инструмент-маркер. И мы можем с вами пронерографировать любую прямую линию, сделать ее более плавной, гибкой, чтобы у нас не возникло ощущение пройденного пути или прохождение пути по старому стереотипу, который у нас уже есть. Мы хотим изменений, мы хотим лучшей жизни, мы хотим что-то поменять в своей жизни, поэтому нам надо менять и стереотипы. Поменять стереотипы нам помогает именно работа с таким прекрасным методом, как нейрографика. Мы можем при помощи нейрографической линии и работы с алгоритмом проработать любую тему и поменять, выстроив новую нейронную сеть, поменять стереотипы нашего мышления. Мы занимаемся с вами самовоспитанием духовности. Я вас с этим поздравляю. Чувствую раздражение. Все очень долго и медленно. Так, хочется плакать. Очень долго и медленно. Это потому что идет сопротивление. Я вас могу поздравить. Возможно, у нас с вами химия не сработала. Возможно, раздражает мой голос. Возможно, раздражает музыка. Я ее сделаю сейчас потише. Вы можете себе включить свою музыку, потому что здесь много факторов, которые могут раздражать. Может быть, вас раздражает то, что энергия какая-то, о которой я сейчас говорю, она не активирована. И вот сразу тело посылает такие знаки. Поэтому будет хорошо, если вы останетесь в этом поле, в этом коллективе, останетесь в нашей группе и доработаете алгоритм до конца. И потом в конце отследите, что же с вами произошло. Сейчас лето. Это второй квадран, потому что у нас астрологический год начинается с весны. В марте это будет у нас первая часть. Это у нас будет весна. Весна – это у нас стихия воздуха. Можно здесь записать. Мы уже работаем. А у кого есть раздражение, напишите. Да-да, я остаюсь. Если у вас есть раздражение, вот это, где вы его чувствуете, напишите. Где это раздражение? Вы чувствуете его в горле? Вы чувствуете его в голове? Вы чувствуете где-то боль у вас? Вот что значит раздражение? Где его вы чувствуете? Очень хорошо, если вы сейчас отследите и даже поделитесь с нами. Сейчас у нас лето. Лето – это стихия огня. После лета приходит осень. Осень – это у нас стихия воды. Может быть, музыка вас раздражала, да? То есть грудь, плечи, шея. Вот видите, как у вас верхняя часть раздражения идет. То есть я могу сказать, что в этой области грудь, плечи, шея лежит очень тяжелый груз. Это может быть связано с тем, что вы много работаете. Это может быть связано, что вы, может быть, на своих плечах тянете еще всю семью. Да, вот поэтому сейчас откликается вам именно в этой области откликается и идет сопротивление. Вот, я так думаю, что здесь больше сердечная чакра, горловая чакра. Вот я бы так сказала. Я бы так сказала, что в этой области, то есть может быть, раздражение идет, я не знаю, какой цвет вы выбрали. Может, раздражение идти от фломастера, который вы выбрали от карандашка. Да, то есть здесь очень много факторов. Но важно, что мы дальше работаем. И у нас после осени наступает зима. И зима у нас стихия земли. Я сделала музыку потише, чтобы она никого не раздражала. Если вам хочется включить музыку, включите любимую музыку у себя в комнате. Чтобы мы были здоровыми, активными, изобильными, нам, конечно, надо жить в удовольствии и раскрывать вот эти стихии. Это связано с летним солнцестоянием, потому что сейчас все стихии работают, и мы нарисуем еще в центре, на пересечении. Я вам предлагаю нарисовать солнышко, которое живет в нас, внутри нас, наша самость, творческая энергия. Немножко пронерографируем. И вот лучики прям сразу, четыре стороны света давайте отправим, чтобы немножко успокоимся. Выполняем сопряжение. Сразу мы округляем. Округляем, то есть не оставляем углов в своем рисунке. Я буду работать медленно, чтобы вы за мной успевали. Приветствуем юг. Приветствуем север. Посылаем солнышко. Лучики света. Лучики любви, которые вот кто-то написал. Спасибо вам огромное. Я тоже вот, знаете, с годами понимаю, насколько я люблю людей, насколько я люблю природу, насколько я люблю взаимодействия, взаимоотношения, общения. И дышим. Можно попить воды. Самое главное не останавливаться. Поприветствуем. Здесь у нас справа восток. Мне уже становится еще жарче. Энергия пошла. Как вы себя чувствуете? И вот мне интересно будет узнать, пойдет ли у вас спад раздражение. Округляем. Думаем вот об этой связи со Вселенной, с Господом Богом, с Космосом и Запад. Линия может выходить за пределы круга. Мы еще вернемся к полю. Будем работать с Космосом, с полей внутри, вне нашей композиции. Внутреннее Солнце. Я сразу вам предлагаю все округлить и раскрасить это солнышко желтым цветом. Здесь такой крест. И чтобы его особо не было видно, но он присутствует в нашей жизни. У кого-то не присутствует. Крест – это перекресток. Я так рассуждаю. И у меня есть выбор, в какую сторону мне пойти. Каким символом воспользоваться, какую сторону Света попросить помощи. И вот мне хочется прям дополнительных линий нарисовать, чтобы это было более красиво. мы с вами занимаемся творчеством. Это искусство. Нейрографика – это часть искусства. Идет ли у вас спад раздражения? Мне очень интересно. Хорошо, если вы пишете, дорогие участники, что с вами происходит. этот свет я хочу еще запустить в мир, чтобы солнышко еще ярче сияло. сверкало, давало нам еще больше энергии, заряжало нас позитивной энергией. Может раздражать мой голос. У меня он немножко… я сейчас восстанавливаюсь, но уже почти восстановилась, но мой голос еще чуть-чуть такой, не такой, как натуральный, чуть-чуть охрипший. Работаю с людьми, много разговариваю. Рисуя желтым цветом, представляете, как солнце сверху посылает вам приветы, солнечную энергию. Да, есть спад раздражения. Отлично. Может быть, из-за того, что музыка сейчас тише стала, стало легче. А может быть, из-за того, что вы начинаете активировать свои нейронные связи. Начинает работать мозг. Вы начинаете гармонировать в своем рисунке набиравшуюся композицию. Выполняете округление. Раздражение уходит. Мозг начинает работать. Здорово. А у кого-то может быть, возникнет сейчас сопротивление. Если оно возникло, не пугайтесь, оставайтесь, рисуйте дальше. Можно только вас поздравить. Значит, есть контакт. Есть контакт. Итак, лето. Мы начнем с лета. У нас есть еще три месяца, и мы планируем весь год до следующего лета будем планировать свою карту желаний. Можно здесь нарисовать на орбите три месяца. Лето у нас состоит июнь, июль, август. не пугайтесь, что у вас будет образовываться много углов. Этот рисунок можно и нужно будет доработать медленно, не спеша, не торопясь, разговаривая с собой. Я надеюсь, что вы написали уже свои желания, так как мы с вами начинаем набирать композицию, и сейчас у нас лето, мы прикасаемся к стихии лета, это второй квадрант в нижнем правом углу. У нас есть три месяца, июнь, по-русски, так, июнь, июль, август. человек это миниатюрная копия мира, и в этой миниатюрной копии мира мы сейчас активируем стихию огня. какие у вас есть планы на это лето, есть ли у вас какие-то планы на это лето? я вам предлагаю сейчас за 30 секунд написать может быть на листочке, который рядом где-то лежит с вами на обратном стороне, что-то у меня даже телефон не хочет работать, так, заработал телефон, орта, ставлю 30 минут, за 30 минут мы секунд, извините, секунд, за 30 секунд мы с вами записываем все слова, которые приходят нам в голову. Не забывайте писать такие слова, как удача, радость, удовлетворение, все те позитивные эмоции, которые вы хотите иметь у себя в жизни. Эти слова, если хотите, можно записать светлым-светлым карандашиком прямо вот в этой стихии, в этой области, вот в этой большом квадрате. Приготовились, у нас есть 30 секунд, начали. Вот тоже интересно, сколько слов вы написали, если вы еще хотите каких-то слов написать, напишите, если вы не успели. Но вот первые слова, самые главные, которые вы записали, являются вашими ресурсами этого лета. Проводя от солнышка от центрального круга новые нейрографические линии, мы давайте с вами повторим все то, что вы написали. Я принимаю к примеру счастье, счастье, округляем сразу. Я не буду называть свои слова, но мы первое, что мы говорим, я принимаю. снимаю деньги, я принимаю новое знакомство, ну и вы свое. Связываем эту линию, эту энергию, которую мы проводим. Вплетаем в наш нейронный контур. Активируем жизненную силу энергии огня. надеюсь, что у вас есть желание, потому что каждый человек стремится к лучшему, к чему-то новому. И сейчас, в данный момент, мне хочется вам предложить, если вы уже набрали линии, если вы проговорили все те слова, которые вы записали. Я, может быть, подожду еще. Давайте подожду минуточку, чтобы вы все это округлили. Не будем торопиться, и мы приступим к медитации энергии стихии огня. Пока вы округляете, я вам расскажу о том, пока вы округляете, я вам расскажу о стихии огня лета. это устойчивый период, очень равномерный, созревшее тепло, период созревания плодов, нагретый воздух, сухой, жаркий сезон. А еще можно сказать, что это молодость, и огонь бывает и сухим, и горячим. Пока вы округляете, хочу еще добавить, что огонь это начало и основа Святого Духа. Именно стихия огня является первоосновой любой деятельности, любой активности, божественной энергии, которая находится внутри каждого человека. Я надеюсь, вы готовы. И мы активируем стихию огня. сядьте сядьте ровно, сядьте удобно. Нам важно в этот день летнего солнцестояния активировать все четыре энергии, то ли ты мужчина, то ли ты женщина, особенно женщины, очень близки к природе, и когда в ней проявлены все четыре энергии природы, женщина становится очень гармоничной, устойчивой и целостной, и она может в любой момент поддержать, вот через свою силу поддержать мужчину. И представьте сейчас такой стол, у которого четыре ножки. Если какая-то ножка короткая, стол обязательно упадет, он будет шататься, то есть стол стоит устойчиво, если все четыре ножки одинаковые, и он может выполнять свое предназначение. Также человек, когда в равной степени активированы все четыре стихии, он тогда гармоничный, устойчивый, целостный. Вот. Если две ножки, то есть если у нас активировано две энергии, то если сравнить со столом, то стол вообще не устоит. человек. И у нас людей по-разному активированы эти стихии. У кого-то одна стихия, у кого-то две стихии, у кого-то три стихии. Но все стихии желательно активировать, желательно работать с этими энергиями, развивать, уделять достаточное время и внимания. И когда все стихии будут развиты равномерно, каждая будет приветствоваться, присутствовать в человеке, то мы почувствуем себя максимально наполненными и будем находиться в своей силе, будем счастливы и гармоничными. Мы становимся для мужчин, мы женщины, к примеру, станем для мужчин более интересными, разными в своих проявлениях, иногда очень внимательными, теплыми, принимающими, иногда загадочными, обольстительными, иногда легкими или гибкими, иногда уверенными, иногда несем в себе достоинства, которые требуют признания и уважения. И каждая стихия нам, женщинам, поможет развить, раскрыть то или иное качество. Это чувствуют мужчины, и мы можем развивать себе эти качества через прикосновение к стихиям, которые нам не хватает. А мужчины могут усилить свою силу, свою мужскую энергию, они могут где-то усилить или научиться быть более мягкими в каких-то действиях. Тоже четыре стихии присутствуют как у мужчины, так и женщины. Приготовились? Мы с вами начинаем делать медитацию. Медитация стихии огня. Через эту медитацию мы позволяем выровнять соотношение в себе этой энергии и сгармонизировать свое состояние. Очень хорошо, если у вас сейчас зажжена одна или несколько свечей, сядь ловно, почувствуй опору под ногами, обрати внимание на температуру своего тела, закрой глаза, представь красный цвет и почувствуй себе тепло, чувствуй себя жар, который разрастается внутри тебя. Огонь пульсирует в тебе и вокруг тебя. Этот огонь и есть само твое желание. Он оживляет тебя, заряжает тебя энергией. представь, как огонь желания наполняет тебя, и ты светишься его сиянием. Внутри тебя пылает огненный центр. Почувствуй, насколько он горячий и приятный. Он становится все горячее и горячее, и этот жар, хоть и силен, но он совершенно безопасен и естественен для тебя. Увеличивай ощущение жара настолько, насколько позволяет твой комфорт. увидь, как вокруг тебя пляшут огненные язычки пламени. От них светло и тепло, они подбираются все ближе и ближе, и ты чувствуешь, как становится теплее и теплее вокруг тебя. Ты сохраняешь спокойствие. ты и пламя одной природы. Теперь ты состоишь из пламени. Язычки пламени соединяются с тобой, и ты пылаешь ярким, ярким светом. сконцентрируй все свое внимание сейчас на огне. Ты полностью состоишь из огня. Ты видишь и чувствуешь, как все части тебя горят ярким светом. Ты испускаешь большое тепло и согреваешь пространство вокруг себя. Ты огонь, твое тело огонь, твой дух это дух огня. Увидь или ощути мир глазами огня. Представь, как это может быть. Побудь какое-то время жарким и стремительным огнем или теплым, мягко сверкающим огоньком. Выбери то, что тебе нравится. огня. Возвращайся обратно. Теперь ты больше не состоишь только из огня. Ты находишься среди пламени, но уже чувствуешь себя отдельно от него. Его огненные язычки постепенно отдаляются от тебя все дальше и дальше до тех пор, пока окончательно не исчезнут. С каждым шагом ты чувствуешь, как жар спадает. Ты больше не чувствуешь себя горящим. Температура твоего тела понижается до ее обычного уровня. Почувствуй, как по твоему телу течет кровь. Почувствуй слюну во рту и прочую влагу. Ты осознаешь воду. Почувствуй вес своего тела, ощути твердый пол под ним. Напряги все мышцы на несколько секунд, а потом расслабься. Ты осознаешь землю. Почувствуй, как воздух наполняет твои легкие. Сделай глубокий вдох и выдох. Ты осознаешь воздух. В тебе присутствуют все четыре стихии. Ты знаешь, где ты и кто ты. Открой глаза. Огонь это энергия любовницы. Она дарует нам активность, страсть, энергетичность. И вот я вам просто предлагаю, обращаясь к космосу, добавить нейрографических линий за пределами вашего космического пространства, то есть круга, в котором есть квадрат и солнышко. Активируем связь с космосом, с людьми, с природой и вносим такие важные слова, как активность. мы записываем все в нейрографике. предлагаю тебе тоже записать, добавив в этот смысл, в эту форму энергии через нейрографическую линию. Активируем активность, активируем страсть, страстность. это важный момент и для мужчин, которые, может быть, смотрят это видео, и для женщин. Очень сильный энергетический день нам в помощь. это страсть. Энергетичность. Дай Бог всем и каждому иметь ощущение энергетичности. стремительность. Не бойтесь писать на своем листе бумаги. Чем больше мы трансформируем на наш лист бумаги, тем сильнее будет рисунок. Если вас раздражают, к примеру, написанные слова, это говорит о том, что это слово давит вам на сознание, и у вас стереотип какой-то связан с этим словом, значит, вам надо проработать еще это слово поработать со своим прошлым. Где-то что-то кто-то сказал, и у вас это, так скажем, очень глубоко сохранилось. Обращайте внимание на эти слова, которые вы записываете. Азарт. Я прям в центре пишу, вот хочется мне иметь азарт. Мы наполняем формами пространства четвертого, ой, второго, вернее, одного из четырех квадрантов лета. Огонь. Азарт. Творчество. активируя творчество, мы можем творчески подходить к любой задаче. Активировать наше правое полушарие головного мозга и активировать взаимодействие с левым полушарием. Сексуальность. Ну, куда ж мне нарисовать сексуальность? наверное, это прям вот сюда нарисую. Сексуальность. Оно прям близко к солнцу. Активируем эту форму через нейрофическую линию. Делаем ее более плавной, добавляем линии саму форму. И переходим плавненько к следующим стихии. К следующему это к стихии вода, которая нас ждет осенью. Осень состоит у нас из трех месяцев. Мы их сразу нарисуем. Это сентябрь, октябрь, ноябрь. я прям вливаю округлением, сливаю, объединяю линии в одну целую систему, округлением связываю все три месяца. сбор урожая у нас осенью. И вот сейчас обратите внимание, как вы себя чувствуете после медитации на стихию огня. чувствуете ли вы подъем энергии вот этой вот азарта, активности? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы это действительно чувствуете. Ушло ли раздражение у тех участников, у которых было раздражение до начала рисования? А может быть сейчас поднялась энергия еще больше раздражения? Такое может быть, потому что мы поднимаем сейчас энергетичность активность, стремительность, азарт тоже может вызывать сопротивление. А может быть, вы сейчас погружены в свой рисунок и не хотите писать. Вы тоже на это имеете право. Напишите потом. Так, у нас три месяца энергия воды, так скажем. Вода это у нас зрелость, вода у нас бывает влажная, вода у нас бывает холодная. Стихия воды это чистота подсознания. Стихия воды это любовь и эмоции. Вода это стихия поглощающая и стихия развития. Она символизирует подсознание, потому что так же как оно вода никогда не засыпает. Она всегда в движении. Вода это душа мира. Мы состоим из воды. И вот сейчас давайте мы с вами нарисуем нейрографические линии. Подумайте сейчас о своем желании. За 30 минут я вам предлагаю сейчас активировать свое желание, написать ключевые за 30 секунд ключевые слова, которые связаны у вас с осенью, с этой зрелостью, с тем, что вы можете назвать процессом созревания, процессом подведения итогов, когда плоды созрели, когда мы плоды собираем. Это переходный период. корни перестают питаться и природа немножечко уходит на отдых ко сну в этот период. И мы тоже заканчиваем какие-то проекты. И давайте мы с вами сейчас напишем за 30 секунд все, что связано с вашим желанием. И если вы чего-то желаете, какие чувства, какие ощущения вы получите, когда вы это примете в свою жизнь. Если у вас есть слова ключевые, которые связаны непосредственно с вашим желанием, напишите пожалуйста их в этой части. Поехали. Слова могут повторяться, это ваша жизнь на целый год. с что-то скажем обь. Обратите внимание на те слова, которые вы написали. Может быть у вас слова те же повторяются, которые вы писали для лета. И мы сейчас активируем эту энергию. Повторяет каждый из вас те слова, которые вы написали. ведем нейрографическую линию от Солнца через какой-то месяц, через границу, повторяя вот эти слова. Даю всем нам минутку. Молча, тихо, каждый сам с собой активирует свое желание и свою энергию. Минутка поехала. Не молчите, разговаривайте, называйте эти слова. Активируйте со словом «принимаю». лондонец лондонец bothered длами Продолжение следует... Это энергия девочки. Эта энергия любит все вокруг, радуется, чувствует жизнь эмоциональная, романтичная. И вот хочется, чтобы мы внесли такие слова, как гибкость. Где-то наивность. Нужна ли вам наивность? У меня наивность пошла на октябрь-ноябрь. Вот куда вас рука ведет? Куда хочется этот смысл внести? Наивность. Интересно, с кем я буду очень наивной? Очень интересно. Я тоже бываю наивной. Это неплохо. Наивность, присутствие у девочки этой черты считаю неплохо. Открытость. Ну вот здесь у меня пошло сентябрь. Открытость. Открытость. Романтика. Девочка у нас романтична. Она умеет фантазировать. Она умеет мечтать. Она умеет проявить и выразить свою вот эту романтику. Она нам так нужна, эта романтика. Как мужчинам, так и женщинам. Это очень важно. Романтика. Гибкость. Девочка, она гибкая. Энергия воды помогает нам оставаться гибкой. Мы с вами на 80% состоим из воды. Очень важно пить воду. Вода снимает напряжение. Вода помогает нам размягчить напряжение в сухожилиях, что очень важно. Растяжки. Это гибкость. Это относится все к воде. Спонтанность. Вот как девочка спонтанно. Но у меня спонтанность пошла на ноябрь. Может быть, что-то интересненькое спонтанно придумаю. Вот вы, наверное, кто давно со мной общается, видят, что я очень часто спонтанно хоп и придумаю что-нибудь. За день напишу объявление. А потом думаю, почему я этого раньше сделала. То есть во мне эта спонтанность, она живет во мне. Она сопровождает меня прям всю мою жизнь. Что делать? Ругать себя? Нет, конечно. Принимая эту спонтанность, непосредственность. Мужчина включается в эту энергию потребностью защищать и оберегать. И мы вот, когда мы активируем стихию воды, мы позволяем себе, любому мужчину в нашей жизни нас защищать, оберегать. И вот активируя энергию стихии воды, мы можем позволить показать иногда вот эту слабость, принятие. Потому что каждая энергия несет в себе свое качество, наполняет нас, делает нас разными, очень привлекательными для себя, для окружения, для мужчин, для мира, привлекательными для изобилия, привлекательными для счастья. И сейчас я предлагаю вам погрузиться в медитацию стихии воды. Мы сейчас активируем эту стихию. Сядьте ровно, выпейте, пожалуйста, глоток воды. Погружаясь через медитацию в эту стихию, мы позволяем выровнять соотношение всех стихий в нашем организме. И как следствие, сгармонизировать свое состояние. Эту медитацию очень хорошо делать возле воды, поэтому запомните ее, включайте ее, я ее отдельно запишу, она будет на канале YouTube. Рядом может быть какая-то музыка со звуком моря или ручья. Сядьте ровно, выпрями спину и обрати внимание на влагу своего тела. Почувствуй сейчас слюну во рту, почувствуй капельки пота на коже, влагу под опущенными веками. И еще глубже почувствуй, как влага насыщает все твое тело. Почувствуй движение крови по твоим венам. Вода внутри тебя повсюду. А теперь пусть твое сознание переключится на воду, с которой ты взаимодействуешь в обычной жизни. Питьевая вода, душ, дождь, лужи, речки, моря. Ощути прикосновение воды к своей коже. Услышь, как капли дождя падают на землю. Вспомни, как шумит кипящая вода в кастрюле и как приятно прикасаться к водной глади, принимая ванну или плавая в бассейне. Погрузись в эти ощущения и настройся на воду. Увидь себя со стороны. Ты стоишь в потоке дождевой воды. Твоя одежда промокла. Но тебе комфортно и приятно находиться в этом состоянии. Снаружи тебя обволакивает вода. И внутри ты состоишь из воды. В твоей воле стать водой. И множество капель, которые падают с неба. Ты находишься в этом потоке. Ты течешь маленькими ручейками к большой реке. Ты есть все, что является водой. Ты и река. Ты и дождь, который наполняет реку. Дождь скончается. Выходит солнышко. И вода на поверхности начинает испаряться и подниматься к небу. Ты и река, которая остается на земле. Ты и капельки пара, что вздымаются ввысь и становятся облаками. Ты и тяжелые тучи, которые вот-вот разразятся сильным ливнем. У тебя нет четких границ. Ты есть везде, где есть вода. Потому что ты сама вода. Твое тело – это вода. Твой дух – это дух воды. Увидь или ощути мир глазами воды. Представь, как это может быть. И побудь коротко в этом состоянии. Возвращайся обратно. Теперь ты больше не состоишь только из воды. Ты по-прежнему стоишь в потоке проливного дождя, но ты чувствуешь себя отдельно от воды. Вода в твоем теле – это всего лишь часть от того, чем ты являешься. Ощути в твоем теле тепло огня, твердость земли и легкость воздуха. В тебе присутствуют все четыре стихии. И ты знаешь, где ты и кто ты. Открой глаза. Итак, мы идем дальше. Мы с вами переходим к зиме и строим планы на зиму. Мы активируем стихии земли. Сейчас вам предлагаю за 30 секунд написать все слова. то, что связано у вас с зимой и с вашим желанием. Приготовились. Я прям рисую. Пишу на... В этом квадрате. Это у нас левый верхний угол. Начали. Пишу на... Снимаем. В этом квадрате. Ужигаем. В этом квадрате. Вот так. Открой. Вот так вот. Ужигаем. стоп обратите внимание повторяется ли у вас в каждой части какие-то слова если повторяются здорово эти слова это ваши ресурсы и мы с вами рисуем три месяца еще двадцать второго но уже и двадцать третьего года эта карта желание декабрь январь уже двадцать третий год и февраль проведя в нейрографические линии от солнца мы активируем те слова за одну минутку 30 секунд которые вы написали они важны вам это ваш ресурс по вашей теме о вашей жизни то что вы хотите активировать приготовились поехали вы и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... И что еще можно сказать, что энергия стихии Земля – это энергия хозяйки, и можно записать формами через нейрографическую линию, активировать такие слова, как устойчивость. Уверенность. Практичность. Хозяйственность. Желание отдавать. Это все с матушкой Землей связано, стихия Земли. Желание отдавать. Мы зимой очень любим делать подарки, да, то есть праздники рождественские, Новый год. Ну, у меня день рождения, я вас всех приглашаю, надеюсь, мы тоже встретимся. Отметим в группе день рождения всех, кто родился в декабре и мое в том числе. Стала такой традицией, немножко из-за времени это остановили, но надо активировать. Поздравляю всех, кто родился сегодня, кто родился в ближайшее время, кто родился вчера, позавчера, кто еще родится в июне. Я всех вас поздравляю. Активируем эти слова, эти характеристики стихии Земля. Женщина в этой стихии вызывает, к примеру, у мужчин уважение. Эта энергия обладает искусством питать, принимать себя и других. Любить, безусловно. Что такое еще Земля? Это ночь, это старость. Земля холодная и земля сухая. Когда природа спит, когда нет условий роста, нет условий для развития, мало света, холодно и сухо. И зима, она расположена на экваторе Африки в силу жаркого климата. Она зимой не видит холода в соответствии с снегом. Зима в Африке дождливая, а лето засушливый сезон. Видите, как бывает. И мы с вами сейчас активируем стихию Земли. Я надеюсь, что вы нарисовали достаточное количество линий. Но я вам всегда давала, нам давала. Давайте минутку мы с вами покругляем, чтобы связать все то, о чем мы думаем. Дополнить еще нейролинии. Поехали. Минуточку всем тишины. И обратите внимание, как это связано с вашим желанием. Мы с вами рисуем карту желания на весь год до следующего июня 2023 года. Округляем каждый уголок. Идите сквозь сопротивление. Продолжение следует... Почему возникает сопротивление? Да потому что мы хотим, чтобы какое-то желание исполнилось, но идем той же дорогой, которой шли до сегодняшнего дня. Когда мы рисуем нейрографику, когда мы активируем наши нейронные нейроны и нейронный контур, мы ищем новый путь к достижению своей цели. И поэтому возникает сопротивление. Наше эго начинает возмущаться. Зачем тебе это надо? А ты же уже сто раз пробовала. У тебя это не получалось. Да, ставьте это в покой. Поэтому нам важно идти вперед, строить нейронные сети, новые нейронные сети, менять тот стереотип или уйти от того опыта, который у нас уже был по той или иной теме, с которой вы работаете. Сейчас, пользуясь случаем, приглашаю вас на медитацию стихии Земля. Мы с вами сделаем сейчас ее коротко и приятно для нас и для нашего тела. Активируем стихию Земли, которая присутствует в нас. Сядьте, пожалуйста, ровно. Можно уже руки класть на рисунок, потому что рисунок уже обладает огромнейшей силой. И погружаясь через медитацию в стихию Земли, мы позволяем выровнять их соотношение в себе со всеми другими стихиями и сгармонизировать свое состояние. Очень хорошо сидеть или лежать на твердом полу или на земле в этот момент, поэтому пересматривайте это видео, пересматривайте медитацию стихии Земли и выполняйте ее по возможности в свободное время. Направь все свое внимание на свое тело и почувствуй сейчас, в данный момент, его тяжесть. Твои кости и твоя плоть обладают весомостью Земли. Твое тело твердое, ты состоишь из твердой массы. И сейчас она неподвижна и укоренена. Если вы сидите, почувствуете под ногами опоры Земли, почувствуете вот эту тяжесть в своих ногах. Обратите внимание на твердые вещи, которые вокруг тебя. Может быть твердый пол, твердая земля, твердый стул. А в этой земле или предмете слоями ниже находятся твердые камни под землей, под фундаментом вашего дома. Все это земля вокруг тебя. Вспомни еще больше твердых вещей и ощути свою связь с ними. Ты все больше походишь на камень. Почувствуй в себе его тяжесть, прочность, стойкость, массивность, неподвижность. Ты превращаешься сейчас в камень и становишься землей. Земля постоянно и долговечна. Почувствуй в себе ее безмятежность. Ты есть минералы и почвы, жизнь которых отмеряется веками. Ты великая гора, которая видит смену поколений, животных и растений, живущих в твоей тени. Ты есть земля. И время не властно над тобой. Твое тело – это земля. Твой дух – это дух земли. Увидь и ощути этот мир глазами земли. Представь, как это может быть. И побудь в этом состоянии. Отчеркlly. Отчеркlly. Отчеркли. Отчерк classy. Отчеркнул. Отчеркну. Отчера. Опять. Отчера идет ровной polity. Возвращайся обратно. Теперь ты больше не являешься только землей. Ты по-прежнему ощущаешь свою твердость и свой вес. Немного покачай туловище, как на качелях. Подвинь руку, пошевели руку, чтобы больше не гора. Ты можешь двигаться и этим отличаешься от нее. Покачайся. Сделай плавное движение руками, телом и почувствуй, как воздух касается тебя. Облежи губы и ощути воду в себе. Почувствуй тепло своего тела. К тебе горит огонь жизни. Желай двигаться, чувствовать, касаться. Сейчас все стихии в тебе находятся в балансе. Почувствуй это. Ты понимаешь, где ты и кто ты. Открывай сейчас глаза. Можно попить немножко воды. И мы с вами приступаем к весне. Это уже весна, которая состоит из трех месяцев. Это у нас март, апрель и май. У вас есть какие-то планы, и мы сейчас их запишем за 30 секунд. Все слова, которые связаны с вашими планами. Не забывайте писать те ощущения радости. Слово «удача», пусть оно присутствует. Слово «счастье», «удовлетворение». Позитивный настрой на весну 2023 года. Приготовились? Начали. Слово «удовлетворение». Я надеюсь, что вы достаточно много слов написали, и мы сейчас за одну минутку, я вам предлагаю, активировать все эти слова через нейролинию, делаем округление, связываем все то, что мы с вами написали. Поехали. Одна минутка для каждого из нас, чтобы мы не перебивали нашу энергию. Сейчас я думаю, что энергия у всех прям бурлит. Энергия стихии воздуха. Активируем весну. Старт. Продолжение следует. Продолжение следует. Я прямо это постараюсь запомнить, запишу. Может быть, какая-то классная радость войдет в мою жизнь. Итак, что еще можно сказать, что я вам предлагаю внести? Стихия воздуха. Это энергия королевы. Она дарует нам чувство собственного достоинства. Мы вносим эти смыслы. Собственное достоинство. Тут же делаем округление. Запись эту можно будет приобрести. Запись будет закрыта для всех участников, которые пришли на этот вебинар. Я вас поздравляю. Вы смогли поработать, активировать все энергии. Чувство собственного достоинства. Независимость. Независимость. Это очень важно. Ни от кого не зависеть. Или чуть-чуть. Позволяем себе зависеть чуть-чуть от мужчин. Позволяем мужчинам зависеть чуть-чуть от женщин, потому что это тоже интересный такой момент. Маленькая зависимость. Чувство внутренней свободы. Вот здесь вот мне прям вот сюда такой большой формой. Я сегодня не рисую треугольники, я не рисую квадраты. И вам не предлагаю этого. Хочется, чтобы у нас наш рисунок сегодняшний, наша карта желаний была наполнена именно гармонией. Потому что у нас день солнечного, летнего солнцестояния. И желательно, чтобы солнышко присутствовало везде. И чтобы, глядя на каждый круг, который мы изображаем на нашей карте, мы вспоминали вот это ощущение активации, активизации всех стихий. Ощущение того, что солнышко свою энергию в сегодняшнем дне, сегодня посылает нам и дает нам возможность переписать ту карту, тот стереотипный путь, тот путь, к которому мы раньше двигались. Сейчас мы строим новую реальность и активируем новые нейронные сети. Сообразительность очень важна. Вот здесь вот прямо ее отмечаю. Сообразительность. Это тоже характеристика, которая присуща стихии воздуха. Все связываю округлением. Сообразительность. Высокий интеллект. Вот мне прямо здесь возле солнышка хочется высокий интеллект и интеллект добавить. Чтобы, ну, есть уже какой-то интеллект. Хочется выше и выше, хочется новых знаний, хочется всегда развиваться лично мне. Всегда что-то новенькое ищу. Память не очень такая у меня сильная. Ослабила немножко, но ничего страшного. Интеллект. Он все равно в любом случае больше, чем обезьяны. Поэтому интеллект. Умение быть интересной собеседницей или собеседником. Вот хочется сюда форму. Собеседник. Ты мужчина или женщина? Все любят общение. Многие не любят общение. Им, может быть, не хватает вот этого чувства свободы, чувства высказаться открыто. Не может почувствовать себя собеседником. Или, может быть, партнер говорит на такие темы, которые тебе неинтересны. Да, тоже такое может быть. Очень много разных обстоятельств. Но все-таки собеседник. А я желаю вам найти такого собеседника, с кем вам будет приятно общаться. Чтобы вы были интересной собеседницей. Чтобы вы были интересным собеседником. Мужчина включается в эту энергию. Как завоевать или как партнер. Эта энергия обладает искусством вдохновения. Вдохновение тоже хочется записать. Как для мужчин, так и для женщин. Вот поэтому весной, так скажем, у мужчин тоже, у животных, самцов пробуждается вот эта энергия, воздуха, сила. Дети многие, к примеру, оплодотворение происходит весной. И потом дети рождаются к зиме. Да, проходит вот такой путь. Потому что здесь сильная энергия воздуха. Интересно мне, как у нас, у наших людей раздражение или энергия прет. Вот тоже пишите, что это связано. И давайте я вам еще дам одну минутку. Мы с вами округление сделаем, дополнительных линий нарисуем. Договорились? Поехали. Одна минутка для всех, для каждого. Одна минутка для всех, для каждого. Одна минутка для всех, для каждого. Стоп. Надеюсь, что у вас получилось. Все это взаимосвязано. У нас мы округление сделали, мы активировали. Линии не хватает. У меня вот здесь вот в центре от солнца, именно на запад. Маловато энергии. Я как-то еще добавлю пару линий. И на север добавлю пару линий. И сейчас мы с вами сделаем последнюю медитацию. Вернее, я вам обещала подарок. Подарок будет. У нас будет медитация на счастье и изобилие в нашей жизни на целый год. Поэтому оставайтесь со мной. А сейчас мы сделаем последнюю медитацию. Четвертая. Мы в стихии, в стихии воздуха. Я вам предлагаю сесть ровно, приготовиться к медитации. Может быть, сейчас вам нужно выпить глоток воды. Мы гармонизируем все четыре стихии. Мы балансируем их в нашем теле. Мы их активируем. Весна. Природа пробуждается. Это период перемен. А для перемен нужен свет, тепло и влага. Сокодвижение начинается. В этот период. От корней к почкам. Поэтому важно активировать энергию воздуха. И что можно еще сказать о воздухе? Воздух – это связующее начало постоянно меняющихся и преобладающих новые очертания. Это передаточное звездно, высшее преобразование. Воздух – это нервная система мира. Воздух играет роль переносчика, связывающего все стихии между собой. Погружаясь через медитацию в стихию воздуха, мы позволяем выровнять их соотношение в себе, всех четырех стихий, и сгармонизировать свое состояние. В этот момент можно открыть окно, можно сделать небольшой сквозняк, а можно медицировать и желательно медитировать на открытом воздухе, в парке или на природе. Поэтому я запишу отдельно эту медитацию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Появилось спокойствие, пишут участники. Здорово, я этому очень рада. Спасибо вам огромное за обратную связь, она мне очень важна. Сядьте ровно, сконцентрируйтесь на своем дыхании. На том, как воздух входит в ваше тело, как воздух проникает в ваши легкие, приподнимая грудную клетку, и как воздух выходит обратно. Сделай паузу на несколько секунд. И снова вдох и выдох. И мы с вами сейчас делаем на счет 4. Мы делаем вдох на счет 4, содержим дыхание на счет 4 и делаем выдох на счет 4. Приготовились? Начали. Вдох. 1, 2, 3, 4. Задержали дыхание. 1, 2, 3, 4. И выдох. 1, 2, 3, 4. Обратите внимание на каждый свой вдох и выдох, на то, как воздух входит и выходит. Давайте еще раз сделаем. Больше не хочу плакать. Покой. Отлично. Здорово. Поздравляю тебя. Поздравляю. Еще раз сделаем на счет 4. Вдох. Считаем до 4. 1, 2, 3, 4. Останавливаем дыхание. 1, 2, 3, 4. Делаем выдох. 1, 2, 3, 4. Направь свое внимание сейчас на воздух. Почувствуй, как он пробуждает и питает твое тело, насыщая его кислородом. Проникнись этим процессом. Почувствуй, как вдох насыщает твою кровь и плоть. Как он наплоняет жизнью каждую клеточку твоего тела изнутри. Почувствуй, как выдох уравновешивает и гармонизирует тебя. Воздух присутствует во всем твоем теле. Направь сейчас свое внимание во внешний мир. Мысленно последуй за воздухом, выходящим из твоих легких. Ты сливаешься с воздухом, который вокруг тебя. Ты есть воздух, который наполняет твою комнату. Устремившись дальше, выведи свое сознание на улицу. Побудь воздухом, который насыщает улицу вокруг твоего дома. Лети по небу, сквозь ветер, сквозь облака. И представь, как ты паришь среди воздуха и облаков. Путешествуй по воздушной стихии и смотри на все вокруг себя, словно ты воздух. Находясь в этом состоянии, представь, что ты состоишь из воздуха. Твои ноги состоят из воздуха. Твое туловище, руки, голова полностью воздушные и внутри и снаружи. Теперь ты есть воздух, твое тело – воздух, твой дух – дух воздуха. Увидь или ощути мир глазами воздуха. Представь, как это может быть. Пари сейчас в небе и наслаждайся этим состоянием. Возвращайся обратно. Теперь ты больше не состоишь только из воздуха. Ты паришь в воздухе, но чувствуешь себя отдельно от него. Пусть твое сознание прочертит обратный путь. Вернись к своему телу, спокойно дрейфующему в медитации. Твое тело делает вдох, и ты проникаешь в легкие, а затем и в каждую клеточку. Почувствуй вес своего тела. Ощути твердый пол под ногами. Напряги все мышцы на несколько секунд. И расслабься. Ты осознаешь землю. Почувствуй, как по твоему телу течет кровь. Почувствуй слюну во рту и прочую влагу. Ты осознаешь воду. Почувствуй тепло в своем теле. Ты осознаешь огонь. В тебе присутствуют все четыре стихии. Ты знаешь, где ты и кто ты. Открывай глаза. Прежде чем мы пойдем пить чай и побалуем себя, может быть, какими-то плюшечками, мне хочется предложить вам внести цвет в наш рисунок. Давайте мы с вами активируем те энергии, которые мы изобразили в своем рисунке. Пользуясь случаем, я подумала, будет очень интересно, если мы создадим такую групповую медитацию на стихии. Я приглашаю женщин заниматься этой медитацией в коллективе. Один раз в неделю мы будем встречаться и активировать какую-то энергию. Поэтому пишите в группе, пишите мне в личные сообщения, хочу участвовать. Форму я сделаю, можно будет зарегистрироваться. Сейчас очень сильное время, и очень хочется воспользоваться этим временем. Хочется гармонии, счастья, спокойствия, здоровья. Всем вам и мне в том числе. От солнышка через линии, через формы я объединяю вот этот поток энергии. Я еще раз читаю те слова, которые я записала. Я еще раз проживаю это состояние. Состояние этой энергии, состояние того смысла, который я внесла в рисуночек. И вам того же желаю. Проговаривайте. Очень важно заниматься созидательной визуализацией. Проходя через какой-то символ, который вы изобразили у себя на рисунке, попробуйте немножко прикрыть глаза и представить какой-то образ. С чем у вас связана, к примеру, открытость? С чем у вас связана, к примеру, романтика? Или творчество? С чем у вас связана? Попробуйте активировать этот смысл или характеристику. Еще какой-то цвет. Присутствуют все четыре стихии. То есть я бы вам рекомендовала тоже взять четыре цвета. Здесь у нас стихия огня. Стихия огня – это у нас красный цвет. Кстати, есть алгоритм нейроколор, нейрографики. Третий алгоритм, где мы изучаем стихии усин. Если вам комфортно учиться у меня, я вас приглашаю освоить этот курс. Он в записи в свое свободное время. Восемь часов работы, даже больше. Там есть бонусная программа. Несколько еще дополнительных техник. Вот я вношу, видите, в каждый период сезона, я вношу энергию каждой стихии. Чтобы было сбалансировано. Чтобы какая-то стихия не была преобладающей, доминирующей. Стихия огня – красный цвет. Стихия земли – желтый цвет. Стихия воздуха – голубой цвет. Стихия воды – темно-синий цвет. В воде может преобладать еще оттенки темно-зеленого цвета. Как вы себя сейчас чувствуете? Немножко поработаем с цветом. Буквально давайте минуточку. И приступим к подарку. К медитации «Счастье изобилия моей жизни» на 2022, начиная с сегодняшнего дня. И до следующего лета. До следующего солнцестояния. Дай Бог, что мы с вами еще увидимся в следующем, 21 июня. Будем опять работать со своими целями, задачами. Мы живем, мы процветаем. Мы наслаждаемся жизнью и благодарны судьбе за то, что все то, что приходит в нашу жизнь, приходит к нам. Спокойно. В свое время. Не перегружая нашу психику. Если желание у вас связано с деньгами, пусть желтого цвета будет больше, чем зеленого. Потому что желтый цвет – это энергия денег. Кстати, предлагаю вам трехдневный интенсив про деньги. Я могу сказать, что 18 мая стартовал курс, и за месяц я заработала, и участники поделились в два раза больше, чем планировали в рисунке, работая с алгоритмами. Поэтому, пользуясь случаем, тоже предлагаю вам приобрести этот мини-курс, если вам нужны деньги. А деньги всем нужны. Именно нейрографика помогает. Какое у вас сейчас ощущение? Вот мне хочется линии поля добавить. Мне хочется поддержку вселенной добавить. Что-то я возьму толстый маркер. Мне хочется именно светило выделить в солнце. Оно у нас сегодня правит балом сегодняшнего дня. Ту энергию поблагодарит солнце за то, что оно делает. Линии поля, то есть эту от извне, мне хочется, вот что у меня тут через наивность пошла, через гибкость к солнцу. В этом нуждаюсь, наверное, я в этой поддержке вселенной. Стихия огня тоже у меня вот как-то через страсть идет, через творчество идет, через сексуальность идет. Прошу это активировать, дорогую, замечательную звезду солнца. О, у нас дождик пошел небольшой. Активирую стихию земли, зиму. Благодарю за эту поддержку Всевышнего и вижу, через что проходит у меня линия поля. И стихия воздуха, весна. По ощущениям, вот где вам надо провести линию, проведите ее. И мы помним, что линия, она сама по себе не лежит сверху. Мы тоже делаем округление на всех пересечениях, чтобы углов не оставалось, чтобы у нас конфликта не осталось. Потому что мы сегодня проработали с вами сильными энергиями, сгармонизировали вот это состояние. Мне интересно будет узнать в конце нашей встречи, как вы себя сейчас чувствуете и что вы ощущаете. По ощущениям, вот подумайте, какой символ, какая характеристика, может быть, какой-то месяц, может быть, какой-то период вам надо сделать более видимым. Вы можете провести тогда более толстую линию. И, ну, я, к примеру, сам круг, центральный круг солнца сделала таким видимым. Почему? Потому что мы с вами работали с собой, мы фокусировали в себе свет, энергии солнца и сделали его видимым. Я вижу, как я свечусь, я вижу, как светится мое внутреннее состояние, как у меня улыбка появилась. И мы сейчас приступаем к медитации. А еще я вам обещала рассказать про ритуал. Значит, сразу после медитации приступаем к ритуалу узелковой магии. Мы его нарисуем, а эту ленточку вы сможете сплести самостоятельно. Я надеюсь, у вас найдется 10 желаний. Если нет, я вам просто принцип скажу, а вы сами сделаете каждый для себя. Итак, медитация «Счастье и изобилие моей жизни». Сядьте, по возможности, в позе лотоса. Обратитесь к своему сознанию и ощутите свое «Я». Вообразите, что сверху на вас падает луч света. Он проникает через голову и проходит по всему телу и через ноги уходит в землю. Этот луч светится и несет в себе божественную энергию. Он наполняет вас счастьем и любовью. Приносит в вашу жизнь изобилие и материальный достаток. Прочувствуйте это каждой клеточкой своего тела. Побудьте в состоянии блаженства столько, сколько у вас получится. Думайте о том, что счастьем и изобилием наполнена каждая минута вашей жизни. С каждым вдохом вы все больше впитываете божественной любви и с каждым выдохом излучаете все больше счастья и света. Сосредоточься ощущения в области сердца. Положив на сердце руку, подумав о том, что вас беспокоит, можно слегка сейчас похлопать по сердцу. Легко, нежно, своей рукой. Сосредоточьтесь на ощущении сейчас в области сердца. Становится ли вам легче, когда вы хлопаете себя нежно, ласково или было до того приятнее. Почувствуйте волны тепла и любви, которые распространяются оттуда по всему вашему телу. Эти волны уходят все дальше, в открытое пространство и во Вселенную. Посмотрите на себя со стороны и обратите внимание на светящийся луч над головой. Теперь снова обратитесь к своему разуму, к своему Я. Почувствуйте свою силу и значимость. Поверьте в то, что вы сможете достигнуть любых целей. Представьте, что вы смотрите на себя сверху и видите, как ваше тело сияет. От вас исходит энергия, источником которой является Божественная Любовь. Вы смотрите на себя и видите, как сияние вокруг вас колеблется вместе с вашим дыханием. Эти колебания – дыхание жизни. Вы живете по законам Вселенной и ощущаете и существуете в ее ритме. И она дает вам силу и любовь, чтобы достичь исполнения вашего желания. Почувствуйте готовность принять дары небес. Спуститесь с высоты и вернитесь к своему телу. Прислушайтесь к своим телесным ощущениям. Осознайте благополучие и изобилие в вашей жизни. Выразите благодарность Божественным силам и Вселенной за то, что вы обрели счастье и богатство. Регулярное занятие этой медитацией поможет вам улучшить свое материальное положение, будет способствовать привлечению денег и сделает вашу жизнь более счастливой. Меня зовут Валентина. У нас один участник пишет. Можно ли продолжить завтра? Мне очень плохо, голова кружится и тошнота. Я просто ничего не вижу. Спасибо вам. Пошло сильное сопротивление. Вы тронули те сильные, так скажем, блоки зажатости, которые есть в вашем теле. Вы подняли сопротивление. Это говорит о том, что начал работать мозг через линии, через округление. И у вас такое сопротивление идет. Можно продолжить завтра. Желательно, конечно, сегодня по возможности хотя бы 80% углов округлить. Появилось спокойствие. Великолепно. Ну и, как я вам обещала, то есть мы уже с вами не полтора, а два часа, узелковый ритуал. Напоследок очень интересный совет. Он относится к так называемой узелковой магии. Для этого понадобится яркая ленточка. Вы ее найдете. И 10 бусинок. Можно использовать любые цвета или одинаковые, какие у вас есть. Схема создания украшения проста. Узел. Я сейчас вот сюда прямо нарисую. Ниточку. Пусть она у меня будет желтого цвета. Мне так хочется. У вас своего цвета. И мы рисуем узелок. Округляя этот узелок. Нанизываем бусинку. Нанизывая каждую бусинку, надо загадывать желание. На каждую бусинку по одному желанию. Бусинка, узелочек. Бусинка, узелочек. Если у вас уже есть желание в этой карте, то вы можете прям проговорить эти желания и внести их на эту ленточку. Бусинка, узелочек. Завязываю узелок, принимаю желание в свою жизнь. Завязывая узелок, принимаю это желание в свою жизнь. Десятое желание. Желание может повторяться, если у вас, к примеру, одно желание, очень заветное. Нанизывая 10 бусинок, можно проговаривать одно и то же желание. Но мы уже сделаем эту практику. И классно, если вы сможете в течение вот этих трех дней, 21, 22, 23, сделать настоящую ленточку с бусинками. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот здесь я завязала узелок. Десятый нарисую и узелок последний. Как вы видите, я все округляю. У кого пошло сильное сопротивление, это говорит о том, что вы начали активировать ту стихию, которая у вас спит, которая у вас не активирована. Поэтому желательно все-таки обратите внимание, когда пошла тошнота, когда пошла реакция, когда пошло сопротивление, именно на какую стихию у вас началось сопротивление. Это говорит о том, что эта стихия у вас или сильная, преобладающая над всеми, и вы ее хотите сбалансировать и немножко потушить, и она начинает, так скажем, сопротивляться. Или наоборот, она у вас не активирована, ей трудно проснуться, возможно, поэтому пошло сопротивление. Может быть, много углов пошло сопротивление. Здесь несколько вариантов, поэтому не должна. Все эти магические ритуалы, которые мы проводим в день летнего состояния, прыжки через костер, плетение венков, не должны вас смущать, потому что основная суть солнцестояния заключается в том, чтобы люди научились радоваться жизни, любить ее, наслаждаться ею. Это помогает раскрыться сердцу и почувствовать счастье. Как я вам обещала, я достану для четырех стихий подсказки фей. Воспользуемся этими подсказками. И можно внести как символ, записать в каждую стихию эту подсказку. Итак, мы начинали со стихии огня, лето. Какой нам ресурс нужен для лета? Терпение. Спокойно приветствуйте каждый момент жизни. Осень. Стихия воды. Общение. Обмен мыслями и идеями приходит благодаря искусству общения. Замечательно. Две карты очень-очень-очень похожи. Здесь много энергии. Корневой чакр, красный цвет, зеленый цвет, желтый цвет, белый цвет. То есть замечательные такие карты. Великолепно. Зима. Стихия земли. Что нам говорит фея? Будущее. Действуйте с умом, и тогда ваше будущее будет наполнено блаженством. Замечательная подсказка феи. Спасибо тебе, дорогая фея. Очень красивая. Глубина здесь видна. Здесь очень много металла, к примеру, хотя и зима, но металла очень много. Зимой можно планировать, структурировать. Благодарю, все верно. И следующее. Чистота. Это у нас весна. Чистый разум – это разумные действия. Весной будем сажать новые зерна, потому что природа пробуждается. Это период перемен для пробуждения. Необходим свет, тепло и влага. Сокодвижения.